друзья всем привет в этом видео мы едем из бойса штат айдаха в чикаго штат иллинойс 1700 миль через почти через всю америку первый самый большой трип погнали стартуем в ночь нам надо проехать 1692 мили это 2707 километров мы проедем айдаха юта вайоминг небраска айова висконсин и приедем в иллинойс доброе утро из штата юта вчера вчера были где-то во фредмайере скидоном по 3 за 37 баксов купленные два спальника надо было брать те которые потеплее на улице на улице что-то как-то не жарко все запотело и все машины разъехались мы выехали из бойса где-то где-то в час ночи наверно выехали очень в ночь пошли в бойсе зимы практически нет уже на въезде в юту пошли горы ну и в общем все холодало и холодало сейчас здесь полная зима сугробы и дубак ел вчера вечером выехали из бойсы меня вез сына я ехал пил пиво сегодня утром нам сказали что так в америке делать нельзя открытый алкоголь в машине это лишение прав и тюрьма мы больше так не будем честно-честно заснеженные горы штата юта красотище заснеженные горы штата ютуба и и и Проехали Солт Лейк Сити, заправочка. Чуть не высохли, надо нафигачить полный бак, полный бак надо нафигачить. Вставьте карту, вставьте карту. Вставьте карту, вставьте карту, вставьте карту. Вставьте карту, вставьте карту. Вставьте лайк, подписка, чтобы не пропускать новые видосы. Вау! Вах! Какая красотища! Вставьте карту, вставьте карту, вставьте карту. Вставьте карту, вставьте карту, вставьте карту. Вставьте карту, вставьте карту, вставьте карту. Вставьте карту, вставьте карту. Ни фига не смог сейчас заправиться. Шелловская заправка, нужно какое-то приложение, то ли у них свои карты. Мою карту банка Chase заправка не приняла. Хотя Benz дешевый по 3,60-3,59. Ну ладно, пошел дальше. Здесь TrackStab. Там есть стиральные машины, даже можно постираться. Ну, за деньги карты оплачиваешь. Позже покажу, как это выглядит. Стиралка и к ней предприделанный платежный терминал для оплаты. И еще можно принять душ. Ну, соответственно, тоже либо за деньги, либо если у тебя есть баллы. То есть, когда ты много соляры заправляешь, дизеля, то тебе на карточку дают бонусные баллы. И за эти баллы ты можешь сходить принять душ. Едем дальше. Вот так вот выглядят номера Юты. Вот эта красная порода как раз, визитная карточка Юты. Ну и пока есть минута, хочу рассказать свои эмоции. Вообще, от вождения по США. Здесь, наверное, человеческая жизнь, видимо, ценится выше, чем в России. Поэтому на трассе никто не шахматит. Ну, каких-то резких таких перестроений, ненужного риска нет. Все стараются держаться правой полосы. Потоки разделены, как правило, на хайвее. С зеленой разделительной. Ну, скажем, газоном таким. Все стараются держаться на правой полосе идут. Для обгона выходят в левую. Ну, то есть, все так медленно, плавно, спокойно. Вообще, на полном релаксе. Никаких резких поворотов. Очень большие, длинные, протяженные участки. Да все на изи, в общем. Местами разрешение, разрешенная скорость до 80 миль. В час этого вполне достаточно. То есть, нет такой жесткой нехватки максималки, как в России. Ну, то есть, там в России везде 90. И ты как мудак ползешь, блин. Ну, либо камеры везде стоят. Здесь камер нет. И ограничение, ну, такое, которое... Комфортное, короче. Превышать, как бы, особой нужды нет. Ну, все едут примерно плюс 5 километров. Километров. Плюс 5 миль в час. Больше, чем ограничение. Примерно так. А так выглядит номер Вайоминга. Ковбой на лошади. А, видели на трассе еще двух оленей сбитых валялись. Ну, хотя и есть всякие ограждения, препятствующие выпрыгиванию оленей. Но, тем не менее, их сбивают, видимо, регулярно. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 А у нас просто знак лося поставят и все нормально защитили от оленей, от лосей. Вот один забор такой сетчатый идет вдоль и поперек еще много разных. А с левой стороны, не знаю видно или нет, ветряки. Класс, такая куча ветряков на перезонте. Красотища, Вася. Красотища, Вася. 45 ограничений в какой-то жесткий туман. Воткнулись в Вайоминг. Салют. Что нас попросило? Всем привет. Всем привет. Штат Небраска встречает нас вот таким вот жестким туманом. Ни чертища не видно. 700 миль до Чикаго осталось. Полет нормальный. 80 миль в час на круиз-контроле сидишь, смотришь в телевизор, делать нечего. Все ночевка. Все ночевка. Здесь заправка для легковых машин. Здесь заправка для фур. Здесь можно что-то поесть, попить, помыться, постираться там. Все подряд. Как-то так и американский флаг обязательно. Пол третьего ночи заправляемся и ложимся спать. Салют. 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 Вкусно и точка. Доброе утро. Доброе утро. Проснулись. Прокатились немного. Миль десять, наверное. Да. Вкусная точка. Взяли по кофе. Ищем работу. Сидим. В Небраску идет снег. Дорога чистая, идет снег. Ну, в общем-то, Чикаго осталось где-то 650 миль. Полет нормальный. Утренняя машина. Нормально так залепила нас за ночь. Вкусная точка. Небраска. 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 Какой-то мелкий городишко. Я даже не знаю, где мы находимся. Автом Акдаке, в котором мы только что были, там предлагают работу обычным. Жрать, готовить за 14 баксов в час, а менеджер за 16. Едем в Walmart, хотел найти здесь Фреденмайер, к которому мы привыкли в Бойсе-Вайдаха, но это оказалась западная сетка, есть она в Калифорнии, в Орегонии и Вайдаха. Здесь ее уже в Небраске нет. Едем в Walmart купить что-то, поесть и поедем дальше на трассу выходить до Чикаго нам осталось 600 милов. Портить здоровье в Америке, не дешево, ни хрена. 8 баксов. Ну, все, Мальборо по 8 баксов. Не курите. Йоу. В Walmart. Смотрите, покажу, как выглядит Рестерия, зона отдыха. Съезжаем с автобана. С левой стороны фуры стоят, здесь места для парковки. Здесь такие беседки кирпичные, мусор. С сортировкой. Рядом с домиком, конечно же, вход для парковки для инвалидов. А в домике, наверное, туалет. Что там еще может быть? Ну, рядом с этой избушкой. Вот написано Небраска департамент. Департамент транспорта. Good life. Great journey. Хорошая жизнь. Отличное путешествие. Кока-кола, всякие снеки, марсы, сникерсы, баунти. Ну, внутри, да, здесь женский, там мужской. И тепло здесь. Класс. Здесь типа фонтанчик для воды. Туалет мужской. Даже для инвалидов по ширине сюда коляска пролезает. Три рука сушилки. Сюда мусор. Здесь пеленальный столик, видимо, для детей. Здесь детский, взрослый. Здесь еще один должен быть для тех, кто на коне. Повыше. Рукомойник. Здесь для инвалидов кабинка. Все чисто, прилично и опрятно. И это все на трассе Интерстейт 80. Блин, офигенно, да? Тепло. Даже погреться можно, если замерз в машине или печка сломалась. Кто за этим, за всем выбирается? Вот Небраска. Стоит Хайвей Мэп. А вот по этой 80-ке мы фигачим. Мы фигачим в Омаху. А, вот оно, да. Мы находимся сейчас здесь. Скоро у нас будет граница со штатом Айова. А вечером мы будем или уже ночью. Ночью мы будем в Чикаго. Ну, рядом вот с туалетом, беседки. Пожалуйста, столик. Можно сесть, покушать. Ну, летом, я думаю, это все будет актуально. Сейчас не очень. А здесь поля фермерские. Вот там поливалки стоят. Такая длинная поливалка. Попробую приблизить. Вот поливалки. Вон там фермерский домик стоит. Вообще по трассе по 80-ке здесь, в Небраске, очень много. Очень много таких фермерских хозяйств. Еще одна беседка. Ну, вот как-то так. Ну, вот вы увидели, какая заправка в штате Небраска просто на трассе. А теперь я вспомнил, что еще в марте 2022 года я ехал в Геленджик по трассе, московской трассе М4 Дон. И на платнике, за которую я заплатил 3000 рублей, был туалет системы Очко. Просто с дыркой в полу, блин. В 2022 году на платной трассе. Добро пожаловать в Айову. Заправляемся и едем дальше. Сейчас расскажу, как это работает система. Не сразу ее освоил. Американская система работает так. Прикладываем карту. Скип, пропускай. Это система вознаграждения. Не нужен тебе тикет. Выбираем, какое топливо заливаем. Вставляем пистолет. 87-й нажми. Все, погнали заправляться. Короче, система работает следующим образом. Считывается банковская карта. Она дебетовая. Вводишь пин-код и заливаешь бензин. После заправки вешай пистолет и у тебя с карты списывают деньги. Все удобно и туда, к тете Маше, ходить не надо. Все автоматически, все здорово. Если есть карта вознаграждения, то ее тоже... Ну, тут QR-код сканируешь и скидывают тебе сколько-нибудь. Кто 10 центов, кто 5, кто какие-нибудь поинты считает. В общем, по-разному у всех. В бак у нас примерно вылезает 40-45 баксов. Ну, 47 иногда. Страссы свернули, заехали на заправку. Смотрите, какое количество. Блин, здесь, короче, метров 5 разного кофе. Любой стакан берешь, наливаешь кофе и идешь на кассу платить. А потом, не дай бог, сюда запустить какого-нибудь русского ребенка. Здесь, блин, я вспотел, короче, перечисляю. Здесь сначала сок идет, потом идет всякая газировка. Любой стакан из этих берешь. И вот эти все краны, это все разная газировка. Чего только нет, короче, любой напиток вау. А потом еще, кстати, я вот эти холодильники, я их пересчитал. 20 холодильников с разными напитками. Это просто заправка на трассе. Кофе, 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 кофе. Дальше лимонад. Лимонад, лимонад, краны. Просто обожраться и не встать. Друзья, всем привет. Я нахожусь в штате Айова в городе Дес-Мойнес. Военная база. Погнали смотреть. Военный исторический музей штата Айова. Прикольно. Можно, короче, каждую попробовать, как она работает. Продолжение следует. Штата Айова. 300 майлов до Чикаго. Короче, тема такая. На американских заправках, но я уже говорил, что с одной стороны траки заправляются, с другой стороны заправляются легковые машины. И для трак-драйверов есть лаундри. Можно постирать белье и можно еще помыть. Вот мы сейчас зашли через мобильное приложение на заправке ЛАВС. Я купил этот чек, короче, от душа. Ты стоишь в очередь и тебе объявляют. Говорят, водитель такой-то, ваша кабинка такая-то свободная. Ты заходишь, короче, и моешься. Там должен быть гель. Ну, не знаю, сейчас зайдем, посмотрим. Стоит это все удовольствие 16 баксов. Я один купил через мобильное приложение, но оно немного что-то клюкнуло. И второй талон мне подарили. Просто от которого ЛАВС говорит, на тебе еще один душ. В общем, один душ у нас бесплатный, мы двоих с сыном. Все, сейчас идем мыться. На заправке можно купить. Модельки машин стоят просто сам, короче. По 25 баксов. Сам выбираешь, что тебе нравится. А здесь навигаторы гарминовские для траков. Ну, вот самый классный на 10 дюймовый 900 баксов стоит. Буду такой, наверное, себе брать. В будущем есть вообще вот такая бандура. Но это какой-то T&D. Я не знаю, насколько это качественная штука. Гармин – это проверенная история. Вот такой гарминчик. Надо будет либо такой, либо 8 дюймовый. Надо будет взять. Здесь гарнитуры. Рация. Вот такая прикольная. С американским флагом. Рации, а это инверторы. Ну, вот как-то так. Ну, что там наша очередь подошла, нет? Душ номер 4. Вводим пин-код. 25 796 и решетка. 25 796 и решетка. Дверь открывается. И тут душ есть. Вентилятор, прожектор. Два полотенца, даже если или три. Да, даже три полотенца. Маленькая, средняя и большая. Розетка. Гель для рук. Душ. Нормальный, здоровый душ. Ну, и это... Дела все делать офигенно. Будем мыться. Добро пожаловать в штат Иллинойс. Кого-то приняли. Вот такой вот пикап. Вот с таким вот прицепом. Когда люди хотят сэкономить денег, они перевозят свои шмотки, арендовав такой прицеп. А если вы не хотите экономить деньги, тогда вы заказываете мувинг. Друзья, всем привет. Сейчас я нахожусь в 70 милях от Чикаго на север в городе Миловиоке. Здесь находится штаб-квартира Харли Дэвидсон. Мы идем сейчас смотреть музей Харли Дэвидсон. Погнали с нами. 1909 год. Вэтвин. Модель 5D. 1911 год. Модель 7А. Офигеть просто. Спортивный трайк. Такое неимоверное многообразие. Каких только нет, Харли Дэвидсон. Офигеть. Ну вот такая вот красотища. Ищем где-нибудь. Мы уже в Чикаго. Зашли в Болмарт. Здесь можно купить алоэ вера. Листья по 2,28. Не знаю, что с этим делать, но зачем-то оно продается. А еще здесь есть платаны. Это такие, как бананы, только их надо жарить. Короче, в Болмарте можно купить вот такой вот. Ну, типа не майонез, короче, соус такой с авокадом. А купил я его для того, чтобы... Вот, видите? 12. 12 вареных яиц. Стоит эта история, что-то там 5,80, по-моему. 12 яиц. Смотрите, 6 упаковок по 2 яйца. Короче, внутри расстегиваешь... Растегиваешь здесь зип. И внутри лежат яйца. Вот в такой фигне. По 2 яйца в пакетчике упакованные. Огонь вареный уже. Можно есть. Пригород Чикаго выглядит как-то так. А как выглядит сам Чикаго, будет отдельно в видосе. Ну, давай направо. Мы проехали не 1700 миль, а где-то на сотку больше, наверное, потому что изменили маршрут и заехали в музей Харлей-Дэвидсон в город Милуоке. В городе Милуоке нам понравился. Он, в принципе, такой довольно-таки симпатичный. Но там детские убитые, просто в дровину убитые дороги. Какие-то бетонные плиты с ямами, что можно там не только колеса оторвать, а обе ноги отвалятся, пока едешь. Музей охрененный. Из шести штатов, которые мы проехали, это выехали из Айдаха, Юта. Юта понравилась. Классные красные камни, скалы. Дальше был, после Юты, был... Кто там был? Вайоминг. Да. Вайоминге было уже до хрена снега и такая равнина. Потом была Небраска. Ну, в Вайоминге горы такие прикольные тоже были. Потом была Небраска. Она более ровная. Дороги классные. После Небраски была Айова. Не знаю, что про нее надо рассказать. В Небраске и Айове бензин был недорогой бензин. Военный музей был прикольный. С военной базы, с этой военной кемп-лагерь. Короче, везде все прикольно, все нормально. На заправках можно жить. Можно сходить в душ, можно постираться. Бензин варьировался от 3 баксов за галлон до 3, где-то до 4, кстати, в одном месте. За 4 заливали. Где-то есть на видео за 4 в одном месте. Все, сейчас находимся в Чикаге. Здесь дороги вроде нормуль. Дороже, конечно, чем Вайдаха. Сейчас, после этого видоса, я вам покажу кусочек из Айдаха, где скачут всякие разные олени прямо на дороге. Мы ездили в горячие источники. И там застали классных таких оленей. Ставьте палец вверх. Если хотите, ставьте палец вниз. Пишите комментарии. Мне интересно знать, что вы думаете про все это дело. Всем мир. Пока. Да, вот такие вот олени в макол. Дикие, но совсем ничего не боятся. Клевые, ушастые такие. Клевые? Да, да, я видео снимаю. На, сними. На, на YouTube. Пойдите, пойдите. Вон их сколько, смотри, там их. Сколько не видишь. Сейчас, блин. Они уходят. Ну, иди, гоняй. Олени. Да иди сюда, иди. Вот, вот такой клевый. Да, да. Да, и ты тоже. Да вы не боитесь ничего. Вот. Вот такие вот олени. КОНЕЦ. КОНЕЦ. КОНЕЦ.